Восьмого марта Чуть-чуть. Ну что это? Что это? А это очередной переезд. Если кто-то и поверил, что Израиль для рождения ребенка успокоит Юльку и Созер, то на будущее будет не так наивен. Видимо, ни цивилизация, ни комфорт, ни маленький ребенок, да и не уже успевшие привыкнуть к ним друзья. Недостаточно хорошая причина, чтобы остаться. Да и ни перед кем не надо это оправдывать. Ну, может, только если перед самим собой. Мы не уезжаем из Израиля. Мы едем в долгосрочный отпуск. Так приятно об этом думать? Ну, так для меня проще. Мы в Россию уезжаем не жить, а пожить. То есть зиму мы там проводить не собираемся. Еще бы. Холодно там зимой. Ну, а зачем тогда? Просто потому, что можно. Нас не держит ничего. То есть если мы хотим или считаем нужным поехать куда-то, мы едем и не думаем, что типа, ой, это же работа, как же я от нее отпрошусь, или ой, я же снимаю квартиру, как я... Мы легкие на подъем. То есть что? Квартиру обратно сдать, съехать. Это у нас как-то... Это, по-моему, 12-я квартира, в которой мы живем. Мы не чувствуем, что нас что-то держит, прибывает к чему-то. Нет. И будет путь по замкнутой прямой, по той, что обладает свойством круга... Упакованы коробки. Много коробок. Юрь, когда было много коробок, надо их наполнить. Я уже сбился со счета какой-то наш переезд. Ты знаешь, вот я собираю коробки и думаю, ну, опять. Ну, всего лишь в 12-й раз я собираю коробки. Ты знаешь, волнуешься только, когда ты собираешь коробки, там, второй, третий. Для нас в душе, как бы, восприятие, это все равно... Типа, вот мы сейчас в Израиле, а через две недели мы будем в России, и там тоже поездим. То есть для нас это все одного порядка. Движение постигает красоту. Окольного пути не выбирай. Ну, а пока Юлька и Сос жили себе в Израиле, родился Макс. Это, на мой взгляд, чудеснейшее создание. Этот уже ходячий заряд энергии, который своим появлением, может, и сделал еще более счастливыми двух людей, но не изменил их. Я думала, с появлением ребенка мы как-то успокоимся, будем жить в одном месте, несколько лет, хотя бы. Прошел год после рождения Макса, мы все равно переезжаем. Просто вдруг стало нас больше. Раньше, грубо говоря, надо было собрать сумку вот такого объема, теперь вот такого. Не мешает. А наоборот, мы как команда такая. То есть, и мы вместе что-то делаем. Ребята, закончив гулять по России, окажутся в Лазаревке. Там Юлькины родители, и там маленький уютный домик, который по ним скучает еще с осени. Это частный дом на берегу горной реки, там тихо и хорошо. То есть, ты там в этом месте, в этих 20 сотках можешь сделать вот хорошо. То есть, вокруг бардака, что же я Юле рассказывал. Первый километр вокруг сказочно, а следующий 100 отстой жуткий. Ты выходишь так из дома, а ты у себя на земле, в труселях. Хорошо. Максу бегать огромная территория, он очень любит по травке ходить, а каждый раз в парк вылазить. Может, к самой земле ребят ничего и не привязывают. Но, по их словам, есть что-то, от чего отказываться на самом деле сложно. И неважно, сколько уже опыта отрываться от места, все равно заставляет немного расстраиваться при каждом переезде. Спрашивают тут в Израиле, как не скучаешь по своей родине? Я говорю, я не очень понимаю, что значит слово родина, но я скучаю по близким. Мы часто приезжаем куда-то, очень дружимся с людьми сильно. И западаем друг к другу в душе. И потом мы просто в один момент решаем, что хватит здесь жить и уезжаем. На самом деле грустно оставлять хороших друзей. И не иметь возможности вот так вот легко с ними встретиться. Это вот вечно, где хочется взять всех оттуда, оттуда. Из Питера, из Ростова, из Сочи. И собрать их всех в одном месте. У меня лет 6, скажем, назад была мечта такая немножко детская. Стать таким богатым, чтобы купить какое-нибудь место в городишке и всех друзей хороших свезти туда жить. Хорошая мечта. Ну а пока отсутствие именно такого богатства толкает моих друзей в очередной раз переезжать. И несмотря на то, что на этот раз они уже не совсем довольны этими переменами, и то, что, скорее всего, в следующий раз переезд будет еще больнее или вообще не будет, они все равно уезжают. И мне никто не может сказать, когда они вернутся. Да и вернутся ли теперь вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!